вавилон это москва мавзолей зикурат автор мистер андерсон статьях на сайте гордыни и материализм есть информация об иерархии инфернальных сущностей и это натолкнуло меня на один ключевой момент который на мой взгляд имеет отношение к библейскому проекту я изучал библию не с религиозной точки зрения и у меня сложился примерно такой пазл библия это руководство написанное когда-то в виде пророчества и инструкциях дальнейшим действием самая последняя глава в ней это откровение иоанна богослова тут слово апокалипсис нужно трактовать дословно буквально он означает поднятие завесы далее цитаты из книги бернер вербера дыхание богов часто говорят об апокалипсисе а ты знаешь что означает это слово не знаю конец света нет это общепринятое значение насколько я помню из курса греческого подлинное значение этого слова другое апокалипсис буквально означает поднятие завесы это означает что когда наступит апокалипсис людям будет открыто то что пока отделено завесой откроется правда таящаяся под покровом лжи поразительно отвечаю я я помню бурную дискуссию которая разразилась на земле 1 по поводу этой самой завесы это еще один знак поднятая завеса последнее откровение для тех кто жил во власти иллюзий поэтому апокалипсис и воспринимается как последний день приведу еще несколько цитат относительно самого пророчества слово которое изрек господь о вавилоне и о земле халдеев через иеремию пророка возвестите и разгласите между народами и поднимите знамя объявите не скрывайте говорите вавилон взят вил посрамлен миродах сокрушен истуканы его посрамлены идолы его сокрушены ибо от севера поднялся против него народ который сделает землю его пустынею и никто не будет жить там от человека до скота все двинутся и уйдут иеремия глава 50 строки 1 3 следующая цитата и посещу вилла в вавилоне и истор одну из уст его проглоченные им и народы не будут более стекаться к нему даже и стены вавилонские падут выходи из среды его народ мой и спасайте каждой душу свою от пламенного гнева господа иеремия 51 строки 44 45 запомним про вилла далее шум брани на земле и великое разрушение как разбит и сокрушен молот всей земли как вавилон сделался ужасом между народами я расставил сети для тебя и ты пойман вавилон не предвидя того и найден и схвачен потому что восстал против господа но и далее призыв к убийству и разрушение города иеремия глава 50 строки 22 30 еще цитата меч на халдеев говорит господь и на жителей вавилона и на князей его и на мудрых его меч на обаятелей и они обезумеют в общем всех убить расхитить разрушить высушить и далее как не спровержены богом содом и гамора и соседние города их говорит господь так и тут ни один человек не будет жить и сын человеческий не будет останавливаться там же страница 35 40 слову поскольку содом и гамора были разрушены в 18 веке смотрите об этом фильм на канале то мы примерно можем понять когда библия писалась и даже для чего дальше к сути вилл то есть в и л о котором упоминается в древнем так сказать пророчестве это никто иной как владимир ильич ленин то самое божество в человеческом обличии он же нежить вавил он он вилл оттуда же бог рати он на поле он он без яна и так далее мог ли господь вложить в уста провидца за несколько столетий предсказаний имени вождя мировой революции господь создатель земли человека само собой но вопрос поставлен неправильно мог ли библейский проект запланировать на определенном этапе такого персонажа в числе прочих вот это вопрос правильный и правильный ответ легко так оно и делается рассчитываются предсказания пишутся планы на десятки и даже сотни лет вперед причем в разных вариантах а потом выполняется один из сценариев детали элементарно подгоняются по необходимости хотите человека с пятном на лбу на роль могильщика красной империи я имею ввиду горбачева запросто для этого есть кастинг на худой конец пластической хирургии да я уверен там клоны штамповались во все времена и сейчас производятся по необходимости и так на красной площади расположен тот самый зиккурат гробница связующее звено между нашими и инфернальными измерениями выстроен он по всем канонам культуры древней месопотамии то самое оккультное строение для высасывания энергии находящийся в центре москвы москва же со своими кольцевыми путями и метрополитеном свою очередь является центром гигантской радиальной структуры охватывающий всю страну куда стекается вся жизненная энергия государства мавзолей это ретранслятор там есть мумия внутри нее контролирующий артефакт руки мумии находятся в определенном положении обусловленном поглощением энергии левой рукой она расправлена и удержанием этой энергии внутри эгрегора что обусловлено положение правой руки она сжата в кулак это основы биоэнергетики о которых хорошо было известно нашим предкам магия вуду в чистом виде для манипуляции над эгрегором в своих целях темные силы хорошо приспособились использовать его для притупления сознания людей пирамида имеет ступенчатую структуру у нее есть срезанные углы имеется камера-усыпальница и самое основное это вершина энергоузел сущность в иерархии эгрегора контролирующая поток энергии идущий от инфернала я предполагаю что это и есть та самая вавилонская башня в наши дни красная площадь стоит на кладбище вождей это оккультное место возведенные в ранг достопримечательности сам мавзолей под особой охраной фсо туда нельзя проносить камеры телефоны посетители проходят тщательные проверки на наличие металлических предметов и другого и к чему бы это она никак не укладывается не в религиозные убеждения нашего времени не в и теистические убеждения времен коммунизма попробуйте убедить коммуниста что он самый что ни на есть махровый оккультист молящийся на свое божество захороненное в пирамиде миродах название одного вавилонского божества представляющего собой как думают планету марс библейская энциклопедия архиепископ никифор 1891 марс римский бог войны миродах он есть памятник советскому богу войны жукову на красной площади кстати подобные сооружения распространены повсеместно в питере в ватикане америки египте а также многие явные свидетельства скрыты или уничтожены ази курате о том что мавзолей это пирамида написано много там все рассказано и все описано но никто не смог внятно объяснить почему один из углов мавзолея срезан нужно обратить внимание что данный угол дублируется иерархия существовавшая в советском союзе не была разрушена а просто модифицирована и душа ленина продолжает быть хранителем этого эгрегора через тело ленина и мавзолей идет глобальное воздействие на народ пришедший в кремль должен подключиться к предлагаемому эгрегору тело ленина является ключевым элементом схемы правители меняются но над стороной всегда висит проклятие рок предопределенность и тогда не возникает недоумение как вот так коммунизм побежден капитализмом демократия переформатировала экономику строй психики каждого человека вымолы из сознания коммунистические мифы и даже нормы социального права и справедливости а мумия которая живее всех живых как лежала так и лежит в своей пирамиде гробницы и никто ее не смеет тронуть а вот так это означает что главное не изменилось хозяин и его цели остались прежними а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok